вот что где-то я здесь видел вот да потому что надо разгрузить верхнюю панель иначе тут будут чудеса перед перед перетаскиваете ее до каэродук очень удобно и она здорово разгружает верхнюю панель делаешь отдельно рабочую зону и все что необходимо все держишь там и причем прикасовываешь в любом порядке хорошая программка действительно примерно по разделам делил видео файлы аудио системные но рекомендации закиньте тоже может быть она что-нибудь там это самое порекомендует обычно рекомендует и рекомендуют кстати много но посмотрим но когда начинается установка ставить не все так вот компис плагин вставляли это поля вы знаете что давайте ка так все эти рекомендации но ка их баню но если что-то будет не так тогда уже заведете вот эту команду и до установите а тогда так давайте как глянем что тут у нас еще вот еще хорошулечка вот эту хорошулечку надо поставить их до да да тоже программа интересно давайте ее копируйте и перетягивайте кстати каэродук она по моему и боюсь ошибиться новкой и у макинтош позаимствовали она была такая же программа так у меня даже до сих пор люди пишут что что это у вас за одно это самое внизу там за панелька которая очень напоминает это самая плавскую там или маковскую а кто-то был первым на кинтожном или кайра докам мне лично без разницы она работает в минсе работает красивая красивая удобная очень она разгружает хорошо панель так мы последний донази собственно говоря установку вес там даже есть панель насколько я помню под мак с оформлением иконок да называется она это самое бриллиант но она там правда ну вот сейчас посмотрим давайте глянем тут я пока нажму на сохранить сразу раз и вот отсюда уже звездочка исчезла значит сохранилась так первым делом значит давайте-ка вот запустим кайра док и вот у него здесь в левом нижнем углу так вот полезно в левом нижнем углу вот здесь вот так вот правой кнопкой кликнем и нажмем запускать кайра док при старте раз а там значит эти вот бриллианты и так далее это вот пойдете на настройки в тем в темах у меня сейчас какая там тема стоит я даже не знаю по моему по умолчанию одиночную вот это вот или какая бог его знает а вот даймонд бриллиантовая вот она красивая но иногда если не хватает мощности компьютера начинает подрагивать она так а вот здесь мы справочку вот эту уберем все это уберем не нужное завершить сеанс оставим меню приложения ставим рабочий стол но оставим недавние события не знаю музыкальный проигрыватель нужен вам или нет вот терминальчики обыскать на терминал это штучка на монитор но это тоже такая тема надо не надо но это если надо этому можно поставить ну тут он несколько другой чем тот который оставлю поэтому мы его через меню найдем все остальное ладно тут для прикола у меня пока оставлю вам его а потом уберете это самое посмеемся пока немножко пусть он вас паша стоит как говорится по панельке вот видите начинает это самое подрагивать как говорится ну ладно суть до дела значит вот на нее я обычно выложу что выложу супер бут менеджер ставлю его куда-нибудь вот сюда например так нет но я не люблю это дрожание уберу этого пангвина нафиг да потом уже надо будет вам это сам посмеяться сделайте тут всегда вам легко и просто взял до отключил так значит и теперь рядышком нужны также еще загрузчик так где у нас тут стандартных наверно было стандартных его не вижу нету тут сейчас подождите ну тогда значит должен быть системных сидеть вот здесь выше выше-выше-выше администрирование ничего не показывает ничего администрирование так еще раз на администрирование перейти ну что-то вот оно ну девятку набирайте бывает даже так вот ну не ставится там на ради бога вот он здесь запустился по нему нажимаете ну и чего почему вот сделать значком запуска все а тут он уже как говорится остался взяли его и подтянули рядышком поставили супер бут менеджером вот они рядышком как говорится мы с тамарой ходим парой так сюда же можете там эти миры перетащить если вам там надо будет там все остальное так какие значит еще основные значит настройки значит ну первое значит мне всегда вот фон рабочего стола вот этот вот очень не нравился причем значит для системной информации там вообще темные фоны хороши так тут это было по-моему яблочко что-то такое у них можно яблочко будет взять вот да электрические так значит ну что остается значит еще на поставить значит конки менеджер и к нему прицепить значит мои иконочки а вот смотрите значит поскольку принципы настолько простые то вам остается только что поищите вот здесь вот конки менеджер и поставьте его все правильно вот выделяйте до эту красавицу вторая команда то есть вот если репозиторий ставится то когда там и пишется что импортировано там и так далее все нормально а вот колюшу супер будет менеджер не ставился так он там и выдал иксы там и всякую там чепуху ну вот кстати если бы сейчас не сказали так не показали то я его бы и не смог сейчас так поставить но зато раз увидев теперь плюс видеоролик будет всегда к нему можете вернуться будет 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 я сделаю видеоролик я это самое там основные моменты я записываю так что все будет нормально будет все уберу там уберу там паузы уберу там паузы длино то там где мы кашляем чихаем там а ну вот так оставлю самое необходимое но но видеоролик будет и теперь значит да 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 цинамоновская значит примочка нету рекомендации значит вот смотрите закрываем окошко сворачиваем черек и колюш предложил кайродок нам запустить ее так и запускаем и здесь запустим вот первый раз чтобы там запись появилась здесь значит вот в установках ставим чтобы стартовал и закрываем конки менеджер значит так куда же его воткнул то так здесь его нету вот он он и поставим куда нибудь там рядышком сюда то еще пригодится теперь значит наша задача значит перенести один файлик неправильно это можно делать уже и не в корневом режиме крузейдера ну каким образом значит значит вот здесь вот вот конки а здесь мы зайдем в загрузки и скаченный файлик перетащим сюда так ах мы его не развернули жалко так так ну попробуем так можно ли тут будет вот так вот взять его и распаковать нет 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 есть сейчас подождите а вот распаковать да ну вот значит то есть мы его перенесли сюда а вот теперь мы снова запускаем конки менеджер отключаем вот эти конки и включаем вот эти и получаем все нормально так интернет не показывает идем в настройки network wi-fi wi-fi применить все показывает ну и все нормально видно да да вот температура процессора ну провайдер вот может защищать свой адрес нам это бывает частенько а так вот все самое необходимое 50 гигабайт и 40 свободно то есть в развернутом виде с программами и так далее вот все это дело делось ладно остальное мы сделаем вот мы сейчас его возьмем приклеим так так это он очищает систему да да девяточка так все это все это все это это было так так как Продолжение следует...